Привет, меня зовут Смирнов Виталий и сегодня мы поговорим об пилах штиль, причем необычных, интересных и достаточно редких. Эти пилы вообще выносят в отдельное подразделение так называемых пил специального назначения и в данном случае вот такие интересные пилы без задней рукоятки, еще иногда называют однорукими пилами, хотя спокойно можно работать и двумя руками, но вот такие пилы без задней рукоятки предназначены для работы на высоте, для ухода за деревьями, для обрезки деревьев именно на высоте. Ими пользуются арбористы, те люди, которые удаляют, например, деревья в сложных ситуациях, например, в городских массивах в городе, где нельзя просто так взять и свалить дерево, его нужно по частям спиливать, начиная сверху. И как раз таки пользуются в том числе и такими пилами. Пользуются и большой пилой, и на обрезку небольших веток берут с собой вот именно такие пилы. Ну и также коммунальные службы также могут использовать эти пилы для обрезки веток, например, работая с вышки, где также есть дефицит пространства, кругом ветки и задняя рукоятка снижает размер пилы очень значительно и позволяет эффективно маневрировать пилой в условиях даже большого количества веток. На данный момент в ассортименте и здесь у меня представлены две пилы, одна из них бензиновая MS-201TC и аккумуляторная 161T. Это бензиновая пила, у нее электронное управление двигателем. Система М-троник, легкий запуск, нажали газ, поставили на треугольничек, перегазовали и пила готова к работе. Кроме этого, всегда готова к запуску. Нажимаю на нолик рычаг управления, он выскакивает на рабочую позицию, если пила горячая, пила моментально готова к запуску и к работе. Нетеряемые гайки, регулируемый маслонасос, система ЭластоСтарт, которая компенсирует рывки, облегчает запуск и предварительная очистка воздуха нашего фильтра. Фильтр большой, с большой площадью фильтрации, в данном случае флисовый, можно поставить нейлоновый в зависимости от времени года, когда вы будете пользоваться этой пилой. За счет несколько другой компоновки здесь, как вы видите, все сделано совершенно не так, как мы привыкли в стандартных пилах. Двигатель расположен не вертикально, а горизонтально для того, чтобы сделать пилу компактной. Глушитель оказывается у нас снизу и расположение сцепления, барабана, звездочки, оно не стандартное для компании Штиль. Если мы на других пилах говорим, что звездочка внешняя и это легко для монтажа, для снятия, установки режущей гарнитуры, то здесь сделано уже по-другому. Это сделано как раз таки из-за компактности всей конструкции, то есть пришлось пожертвовать вот этим моментом ради главной цели, именно компактности, для чего эти пилы и предназначены. Ну и в данном случае есть еще у нас и заслонка зима-лето, когда мы открыли крышку, ее здесь хорошо видно, и установили в соответствующий режим. Вот, это вот интересная особенность, чтобы вы знали, что не на всех пилах Штиль, звездочка у нас внешняя. Есть пилы, на которых сделано и вот так. Еще один момент. Двигатель здесь два микс, про эти двигателя я также рассказывал в предыдущих видео. Выше крутящий момент. Этот двигатель экологичный, экономичный. Ну в принципе пила современная, поэтому и здесь установлен как раз таки этот двигатель. По мощности эта пила достаточно резвая. 1,8 киловатт, если мы будем в киловаттах, 2,4 лошадиные силы, кому как нравится, на 3,7 килограмма веса. Отличный показатель и как раз таки для специальных работ это будет максимально эффективно. Давайте попробуем отпилить несколько бревнышек и посмотреть как пила работает. Достаточно, достаточно бодро и тем более будет достаточно для веток, которые, наверное, не будете выпилить такие ветки. Все-таки небольшие. В данном случае сухой брус 100 на 150. Вот 5 колобашек я отпилил достаточно быстро. Вот, это основная информация про бензопилу МС-201ТЦ. Ну и также вторая пила тоже очень интересная для тех же самых работ, для арбористов, для ухода за деревьями на высоте, без задней рукоятки МСА-161Т. Буковка Т это как раз таки вот такое исполнение с верхней рукояткой. Конечно, преимущество аккумуляторной пилы вот в этом. Для того, чтобы ее завести, не нужно произвести никаких манипуляций. Нажали кнопку и пила у вас работает. Бесщеточный двигатель. Управляющее устройство, позволяющее агрегату выдавать мощность постоянную до самого последнего реза. При этом высокий крутящий момент, то есть когда на пилу вы будете поднадавливать, она все равно тянет. И также этой пилой можно работать и в пасмурную, влажную, дождливую погоду. При небольшом дожде этим агрегатом работать можно. Единственное, что после работы обязательно достать аккумулятор и дать агрегату, аккумулятору просохнуть, чтобы контакты высохли. Ну, посмотрим, как она пилит по сравнению с бензиновой. Естественно, мощности здесь меньше. Здесь 1,25 кВт. По весу 2,5 кг без аккумулятора. С аккумулятором будет уже 3 с небольшим. В зависимости от того, какой у вас аккумулятор. Неплохо. В целом, хорошо пилит. Очень мягко, комфортно. Мне понравилось пилить. Конечно, пилит медленнее, чем бензиновая. Разница в мощности очевидна. Но, тем не менее, мощность здесь еще и компенсируется режущей гарнитурой. В отличие от бензиновой, где стандартные 3,8 пика шаг, здесь шаг 1,4. Соответственно, мы немножечко нагрузку уменьшаем. Ну и плюс здесь режущая гарнитура 25 см против 30 см на бензиновой. То есть, такая пила поменьше. Соответственно, вам выбирать помощнее классическую бензиновую или максимально комфортную, удобную, но чуть менее мощную аккумуляторную пилу. Я думаю, те, кто профессионально занимается арбористикой, разберутся, какую пилу им нужно. Но, естественно, попробуйте сначала, попилите, а потом принимайте решение. С вами был Виталий Смирнов. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, предлагайте видео и увидимся на даче. Пока!